ФРОНТОВЫЙ ДРАЙВ Все, проходим Наша любимая рубрика «Отжалі» Наслідки роботи нашої піхоти Зараз ми будемо свідками важкої, брудної но очень необходимой работой. Залишки тіл окупантов, которые пришли и захотели захопить нашу землю, сейчас грузят в вагоны-рефрижератори и отправляют подальше из Каркова. Харитин Лайв Как сказал украинский классик, там масло дохуя. Это коцапы текали, оставили тут свое масло сливочное крестьянское. Его тут целая куча. И вообще тут целая куча всяких остатков, каша рисовая. Мы его не ели, я тем больше, потому что это злочин над своим организмом. Но, честно говоря, если мы давали собакам, то даже собаки не едят. Я не знаю, пацаны, как вы вообще ездите у себя там. И, в принципе, я вообще буду говорить это украинской мовы. Я не собираюсь переходить на российскую, потому что украинскую незабаром их дети вивчатимут в Хабаровске. Я просто хотел бы сказать, пацаны, заберите, пожалуйста, своих зашкваренных. У нас целый рефрижератор стоит, а он хавает солярку, солярка нынче в Украине. Скажем так, у нас с ней проблемы. Поэтому заберите их, пожалуйста, додома, чтобы они нам не ваняли. Честно говоря, чтобы уже заколопались. И, если есть желание поделиться, кого вы конкретно забираете, заходите, будь ласка, на сайт руссолдат.info и там вся наша информация по вашим зашквареным. Ангели добра. Один из парубков, который у нас возит конвои на Схід, на Південь, Игор, он у нас водяем, выявилось, что он с дружиной, они коллекционеры. У них есть своя умовно галерея и коллекция велика работа украинских митцов. И он подошел к директору фонду и сказал, что на него есть цикава картина, которая может от лететь, если ее выставить на аукцион. И тут Игор приносит эту картину. По-перше, мы понимали, что это Примаченко. Работа, которая мает назву «Квіти выросли около 4-го блоку». Росиане разбомбили музей Примаченко и нам видалось, что эта картина уже мает певную историю, певную обгортку и вона гидна того, чтобы коштовать много. Десь после 360, я перестав говорить. И тут мы понимаем, что мы просто собираем какие-то шаленные гроши. И потом 400 тысяч, а потом певмлн. И продано. 125 бусев Т-5, которые мы выкупили за эти деньги, которые уже пачками заходят. И Примаченко воюет, я так понимаю, не только в переносном сенсе своей творчестью зараз, а и своему внуку.